Так выглядит военкомат 21 века. Полы из мрамора, солдатские сухие пайки почти как у космонавтов. И только боевые офицеры помнят, прежде чем стать образцовым российским военкоматом, почти 100 лет он был образцовым советским. Торжественное собрание, посвященное 100-летнему ювилею образования военного комиссариата Республики Татарстан, объявляется открытым. В зале десятки районных военкомов. Сегодня праздник каждого, кто занимается призывом. Сто лет назад в Москве было решено создать военкоматы в каждой области, округе или уезде. Так и в Казани появился свой губернский комиссариат. Военный комиссариат стал одной из первых государственных организаций и учрежденных Республики. Вслед за созданием Красной Армии это стало важнейшим актом по установлению надежной системы строительства новой армии и флота. Военкомат в тот период времени, в военные годы, работал на высоком уровне. Призывали им молодежь. Та молодежь, которая еще вот только-только оперилась. А это уже факты о Великой Отечественной войне. Борис Кузнецов вспоминает, как в 42-м добровольно ушел на фронт. В музейных архивах сохранились письма и фото того времени. Вот первые тренировки первых призывников, а вот самый первый трудовой коллектив. Фото датировано 23-м годом. До Великой Отечественной оставалось 18 лет. Уже на следующем стенде можно увидеть, сколько людей тогда записалось на фронт добровольцами. Письма писали не только мужчины, но и женщины. Интересные условия, то есть требования, которые предъявлялись к девушкам. Рост должен был быть ниже метра 55. Они все должны были быть физически здоровыми. Кроме того, были определенные требования к образованию. Как бы ни стремились на фронт, но документы подтверждают, в некоторые войска брали только с образованием ниже школьного. И даже с такими правилами за годы войны здесь призвали больше 700 тысяч человек. 226 уроженцам Татарстана за 100 лет работы военкомата присвоены звания Героев Советского Союза. Рамиль Шайдулин, Ильшар Мухаметов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова